Захват преступника, работа с потерпевшими, осмотр охраняемых объектов. Сегодня все эти навыки продемонстрировали специалисты особых групп задержания. В Краевом центре среди подразделений Национальной гвардии прошел региональный этап соревнований лучшей по профессии. В конкурсе приняли участие 12 экипажей. Все закрыто, приоткрыто только одно окно. За считанные минуты сотрудникам подразделений предстояло выполнить пять заданий. На каждом этапе специальная судейская комиссия не только оценивает мастерство и профессионализм участников, но и контролирует весь процесс. Тактика осмотра объекта. Тоже с нарушениями у вас. Ну и соблюдение правил радиообмена. Зачем вы друг друга по имени называете? У вас позывной 906. Выезжая на задание, экипажи не знают, с чем им придется столкнуться. Для каждой группы задержания разворачивается отдельная ситуация, максимально приближенная к реальности. Например, этим конкурсантам предстоит в кратчайшие сроки допросить потерпевшую, быстро принять правильное решение и оперативно приступить к поиску преступника. В чем был одет? Убегал. Увидела только оранжевую футболку. Один был? Был один. Светлый. Больше ничего не запомнила. А дальше у курсантов как на работе. Отработка свидетельских показаний, составление фоторобота и задержание. На курсанке кустики? Да за что? Многолетний опыт организаторов конкурса позволил инсценировать перед каждой группой новые оригинальные ситуации, где участники могли показать свои профессиональные знания и умения. Сегодня я хотел бы сказать, что самый тяжелый этап, потому что уже непосредственно наша работа, что мы делаем каждый день. Всего очень много жюри, как волнуемся все. Самое тяжелое – переносить пьяного с места, потому что там была заложена возле машины бомба. Ну, надо было убрать всех посторонних граждан, чтобы обеспечить безопасность. Сегодня заключительный этап соревнований. Главный судья оценивает умения конкурсантов применять на практике навыки обращения с оружием и спецсредствами, владения боевыми приемами. На каждом этапе есть свой алгоритм действий. И при нарушении этого алгоритма, либо при каком-либо, так скажем, если полицейский что-то не увидел, на что-то не обратил внимания, существует система штрафных баллов. При этом эти штрафные баллы потом суммируются, и в результате при прохождении всего маршрута сотрудник набирает определенное количество баллов. Победители региональных соревнований будут представлять Хабаровский край на всероссийском конкурсе профессионального мастерства в Воронеже.